Показываю вам систему моего гардероба. Это не мой гардероб, это гардероб до чулечки. Вот, кстати, кофточка свалилась. Смотрите, что я делаю. Я заранее наглаживаю все комплекты. Мы прекрасно помним с вами, что у меня парогенератор, поэтому гладится очень все быстро. И собираю ей одежду по фасонам, по цветовой гамме и что куда, соответственно. Ребенку 6 лет, она у меня уже самостоятельно читает. И я вешаю вот такие табличечки. Вот детский сад. Вот видите, на две вешалки. Значит, вот такие штанишки она одевает в детский сад и вот такую кофточку. Так как у меня таких комплектов много, детский сад комплект. Комплект, давайте посмотрим, что здесь. Английский язык. Значит, ребенок вот этот комплект будет одевать на английский. Вот эта кофточка и штанишки спортивные. Давайте с вами посмотрим школу. Это, наверное, школа. Да, вот эта школа. Это джинсы. Мы ходим пока на подготовку, у нас нет формы. Футболочка и сверху вот такой джимпирог. Вот такие наборы есть. Три у меня, да, три вешалки или две. Они объединены, как правило, одной такой этикеткой. Вот видите. Ребенок сам выбирает, что он сегодня оденет. При этом у него есть выбор из нескольких комплектов. Он выбирает тот, который хочет одеть сегодня. Допустим, на английский. Сегодня она хочет в школу пойти либо в джинсах и в белом джимпироге, либо вот в таких джинсах и в коричневом джимпироге, в бежевом таком. Мне кажется, это очень удобно. Вы приучаете ребенка самостоятельно выбирать одежду. При этом уже все поглажено. Вот низ устроен таким же образом. Там тоже. Есть еще просто комплекты, которые не обозначены ничем. Это говорит о том, что она их может одеть в свободную от учебы время. Так, вот костюмчик поглажен. Такие, чтобы на вырост. Внизу есть костюмчики вот эти вот. Они поглаженные. Их можно одевать в выходные дни. Ребенок выбирает сам. Поэтому это второй мой лайфхак. Нагладьте всю одежду. Сделайте бирки по тем тематикам, куда ребенок ходит. У меня это английский детский сад и школа. Раньше еще были танцы. Мы ходили на танцы. Еще был мешок с танцами. И тогда вы будете спокойны, что ваш ребенок чистый и опрятен, вне зависимости от того, рядом вы или нет. Потому что мы все прекрасно понимаем, что... Ну, я не знаю, как, может быть, у кого-то есть супер мужья. У меня муж супер, потому что он любит меня. Но он совершенно не разбирается в фасонах и в одежде. Для него это высший пилотаж. Я облегчаю и его жизнь, чтобы он не стрессовал. И свою, потому что я прекрасно знаю, в чем будет мой ребенок. И я прекрасно знаю, с какой он прической пойдет куда-то. И меня это, если честно, очень сильно успокаивает. Потому что я прекрасно знаю, в силу того, что ребенок может выбрать одежду сам, и уже одежда будет подобрана по месту назначения. Ах тыж! Ах тыж! Ах тыж! Ах тыж! Ах тыж! Ест! Ест от твоих кукол одежду. Забирай его. Мы с вами сейчас занимаемся упаковкой. Упаковкой нашего чемодана. Что мы делаем? Мы берем большой мешок для мусора и по внутренней стороне приклеиваем двухсторонний скотч. Это выглядит вот таким образом. Потому что, если вы часто путешествуете, то вы знаете две основные вещи. Первое. Упаковка стоит от 5 евро. И не всегда она качественная. И второе. Если вы будете вылетать в 2-3 часа ночи, не всегда есть возможность запаковать чемодан в какой-либо фирме. Потому что там тоже иногда спят. Поэтому мы сделаем с вами следующим образом. Это будет наша импровизированная упаковка, которой мы можем воспользоваться вообще за 5 минут до регистрации на рейс. До того момента, как вы получаете билетик и отправляете свой чемодан в освояси. Зачастую есть вещи, которые вам нужны с собой при транспортировке из отеля в аэропорт. Но при этом, при этом с собой вы их взять в салон не можете. И тогда есть такой небольшой нюанс, например, если это косметика, что вы пока ехали, косметикой воспользовались, приехали в аэропорт. С косметикой вы не проходите, косметику нужно выкидывать. Либо распаковывать обратно запакованный чемодан. Что тоже не всегда приятно. Поэтому мы сделаем несколько вот таких вот заготовок для того, чтобы упаковывать чемоданы. Опять-таки, еще есть такой вариант, что если у вас не было весов в отеле, и вдруг-вдруг вы решили пошопиться и накупили кучу подарков, вы приезжаете в аэропорт, завершиваете свой чемодан, и у вас там излишки. Нужно вынимать. Если вы чемодан запаковали, то вы уже на упаковку тратите не 5 евро, а 10. Так как вам нужно, а, распаковать чемодан обратно, б, достать лишние вещи, чтобы снизить вес, и ц, запаковать еще раз. Вот такие штучки у нас получаются с вами. Одну упаковку я сделала, сейчас буду делать вторую упаковку. Если вы знаете, что чемодан будут швырять, то вам достаточно будет двух пакетов. Муж поздравил меня с приездом вот такими лилиями. Они потихонечку стали распускаться. Запах обалденный. Смотрите, какая красота. А еще в Казахстане мне подарили вот такую вот шкатулочку ручной работы. Писали из Усть-Каменогорска. Приезжали слушатели. И еще вот такую. Я, если честно, такие штучки очень люблю. Поэтому я прям в восторге.